Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с серией книг Светланы Брудовской, которая называется «История книги своими руками». Эта серия книг расскажет вам о том, как выглядели книги в Древнем Египте, в Древней Индии, в Древнем Китае и в Древней Руси. И вы не только узнаете о том, как они выглядели и какие знаки для письма использовали в древности, но и сможете создать прототип этих книг у вас дома. Сегодня мы с вами поговорим о книгах, которые создавали в Древнем Египте. Наверняка вы знаете, что бумажных книг в Древнем Египте, в то время, когда жили фараоны и строили пирамиды, бумажных книг тогда не было. Что же использовали египтяне вместо бумаги? А использовали они тростник. Нарезали его на отдельные полосочки. Эти полосочки выкладывали в горизонтальный ряд, а сверху выкладывали в вертикальный ряд. Затем их отбивали специальным тяжелым камнем, чтобы полоски тростника выделили сладкий сок, который склеил бы эти полоски. И после просушки получался самый настоящий папирус. Посмотрите, он похож на бумагу, но все-таки от нее отличается. Папирус нельзя сложить пополам. Он очень хрупкий. Его можно только свернуть в специальный рулон и положить в тугу, как и делали египтяне. Папирусов сохранилось очень мало. Вы видите, что папирус очень хрупкий. И, конечно, под действием времени и природных сил папирус разрушался. Сохранились только те папирусы, которые находились в гробницах. Вы знаете, что многих фараонов после их смерти для них строили пирамиды. И туда складывали разные вещи, которые должны были пригодиться фараону в его загробной жизни. В том числе и папирусы, которые рассказывали о том и помогали фараону пройти путь к царству Осириса по загробному миру. Поэтому все эти папирусы, которые нашли, в основном все они находились в гробницах фараонов. Вы видите, что на моем папирусе написаны маленькие значки. Это иероглифы. Египтяне писали при помощи иероглифов. Иероглифы бывают самыми разными. Некоторые из них изображают животных, другие изображают человека, какие-то предметы. Как же определить, с какой стороны нужно начинать читать текст, написанный иероглифами? Все очень просто. Посмотрите, среди моих иероглифов встречаются животные и люди. Посмотрите, в какую сторону они смотрят. Наши животные смотрят влево. Значит, текст, написанный иероглифами, нужно читать слева направо. А если бы они смотрели вправо, то текст нужно было бы читать справа налево. На этом папирусе вы видите, что некоторые иероглифы обведены в специальную рамку. Эта рамка называется картушь. В такую рамку обводили иероглифы, которые обозначали имя фараона. Считалось, что такая рамка защищает фараона от сглаза и дурных мыслей. Сегодня мы с вами попробуем своими руками сделать такой картушь. Для этого нам понадобятся материалы, которые наверняка есть у вас дома. Это лист бумаги и черный маркер. На этом листе вам нужно нарисовать картушь. Ту самую овальную рамку, в которую мы будем записывать иероглифы. Итак, для начала мы рисуем большой овал. Это будет наш с вами картушь. И маленькие овалы. Они необходимы для красоты. Чуть позже мы возьмем с вами простые карандаши или цветные карандаши и раскрасим наш картушь. Итак, наш картушь готов. Осталось наполнить его иероглифами. Для этого мы возьмем с вами алфавит. Вы видите, что каждой букве русского алфавита соответствует свой иероглиф. Этот алфавит вы найдете в конце нашего видео. Также вы можете его найти в книге Светланы Рудовской. И затем в нашем картуши мы зарисуем с вами иероглифы, которые могут обозначать ваше имя или имя фараона. После того, как вы его зарисовали, картушь нужно обязательно раскрасить и вырезать, потому что картушь всегда был ярко окрашен. Теперь дайте свой картушь вместе с алфавитом своим друзьям или родителям. Пусть они попробуют разгадать эту египетскую загадку. В следующий раз вы узнаете, как делали книги древние шумеры, которые жили в Междуречье. Сразу скажу, что делали они их из глины. И мы с вами тоже попробуем. До новых встреч! Продолжение следует...